всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное знакомство с автомобилем давно их не было но связи с последними событиями вообще не хотелось ничего снимать и мы ну и я по работе еще в командировках постоянно был и вот наконец-то почти что лето 20 градусов можно поснимать вот бы прекрасную тачку как вы видите это nissan но с перчинкой не смс поэтому сегодня мы познакомимся с этим автомобилем а я расскажу что узнал об этом автомобиле сколько стоит и проще характеристики погнали в общем-то начнем как обычно с истории автомобиля у нас ноут простонароден енот появился 2005 году первое поколение ну то поколение вообще смотрелось как отвратительное ведро такое знаете семейные невнятные прочее прочее хотя очень даже неплохо раскупалась в европе по моему двенадцатом году появляется второе поколение выпускается она до 2020 года в промежутке в этом были конечно рестайлинге разные всякие комплектации обычные dvs машинки а это у нас и power как говорится очень интересный автомобиль есть также nismo это у нас самая топовая версия также суда могут всякие разные дополнительные опции устанавливаться и также было третье поколение привезена она недавно пробег прф нету ну почти нету 3000 своего пробега двадцатого года последняя комплектация ну здесь конечно фишечек некоторых нету но типа ионизатором в некоторых версиях есть старая машинка у владельца там есть ионизатор даже продает он ее за миллион семьсот когда я выбирал себе машинку мне владелец горит бери 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 все прикольно в этом автомобиле но нету большого багажника мне он как раз и нужен по внешке внешки блин она просто сногсшибательная современный дизайн nismo s еще шильдик выпячивается тут из м с у нас выделяется из потока от обычного ноута это всякими плюшками типа бампер красные такие зубки все прекрасно красные боковые зеркала плавник у низ м с владелец горит что большой плавник у остальных у просто не смы он поменьше и самое интересное что электрическая здесь не параллельный привод а последовательный а это значит что у вас двигатель вообще никак не влияет на колеса он с ними не соединен он является как генератор то есть у вас заканчивается заряд и он под заряжает батарею батарея здесь 1 5 киловатт часов маленькая по сравнению с лифом вроде как пишут даже шутка была что лифу не хватает генератора сзади но любой электрической машине без каких-то двигателей внутреннего сгорания нужен генератор потому что если у вас вдруг отключили электричество вы никакие не зарядите вот такая тачка парктроники у нас есть спереди у нас есть камера которая следит за разметкой есть система которая отвечает за то чтобы не наехать на каких-нибудь пешеходов на машину то есть она сама автоматически тормозит перед препятствием поехали вперед давим коробки машина затормозила почему я как бы машину эту не рассматривал нею рассматривал но не захотел покупать потому что она низковата и у вас насколько я помню передний привод есть полноприводные но это уже другая история и в нашем наших наших районах широтах конечно хочется полноприводную и с большим клиренсом потому что вот я купил ауди уху здесь поменьше 180 в албеке было 220 по моему клиренс и там прям было не страшно ездить на какие-то ямки заезжать здесь же и свесы такие достаточно эти острые на албеке они были слизанными и ты как носа ласках заезжаешь и катишься здесь тоже вот всякие грани много которые ты можешь обломать это минус но смотрится правда говорю прям очень хорошо видите не видите по камере ну кадры включу в боковых у нас зеркалах еще есть камеры 360 градусов то есть как на современных уже даже богатеньких точечках топовых комплектаций в общем-то для двадцатого года наверно за миллион семьсот это даже неплохо ну единственное если вам не надо задний багажник потому что сзади тут сидеть пассажирам очень удобно по сравнению даже с аутбеком и с квадрушкой все-таки там поменьше сзади дано место пассажирам здесь прям очень хорошо это мы потом заглянем вот такой у нас ключик прекрасный низ маяс брелочек а у нас бесключевой доступ жижек здесь еще смотрите то есть я беру подхожу нажимаю она открывается широко раскрывается дверью удобная посадка что передние что задние 90 градусов открывается очень удобно вот в общем то наверное все что можно по внешке и про историю рассказать это в автомобиле чё у нас под капот давайте заглянем тогда и погнали дальше рассматривать под капоткой все напихано очень много всего так сильно и не разобраться электрическая установка с инвертором двигатель h12 какой-то rb что ли в общем про этот двигатель можно сказать что он весьма надежно единственное минус то что нету гидрокомпенсаторов и раз 100 километров тысяч вам придется их настраивать регулировать в остальном все прекрасно каких-то нареканий нету коробки передач здесь нету вы в принципе ну уже одним агрегатом пренебрегаете то есть вот так редуктор простецкий там принципе ломаться нечем не смес да у нас отличается от обычных ноутов от двигателем и электрическим двигателем вниз мая с обычный dvs у нас разогнан обычный если стоит 80 79 лошадиных сил то вниз мая с по моему 84 лошадиные силы и по двигателю электрическому он разогнан там повышенной мощности и у него лошадей обычной стоит 109 здесь по моему 120 или 130 лошадиных сил но напишу где-нибудь вот здесь ну это нам гарантирует то что вы обгоните современные какие-нибудь dsg тигуаны и прочее может быть даже ну и квадрушку наверно обгонят со старта потому что здесь устроено все как типа на тесле только плюс генератор в виде двигателя внутреннего сгорания остальном все были у нас просто обычные машины с таким же двигателем разных самых комплектаций есть медалисты там типом тюнинги где-то у нас и подсъемка была ночью мы снимали запишем салон лет я уже привык что у меня на этих ну порох гремит конечно под гримливаем и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В салоне очень приятно, то есть NISMA S еще уделяется тем, что здесь везде Алькантара. Но, правда, все это зашоркивается, то есть так вот сделаешь, она как будто зашорканная. В обратную сторону не зашорканная. Боковая поддержка в сидушек есть. Очень приятно для скоростной тачки, это немаловажно. Очень прикольный руль. Единственное, здесь Алькантара, и владелец говорит, лучше за нее не трогать, либо в перчатках ездить, потому что она быстро-быстро выходит из строя от сальности рук. Руль скошенный, очень нравится. Это половинчатый руль, мультируль, то есть здесь мы треки, громкость, голосовой набор, голосовая. Ну, то есть можно общаться, принимать вызов. Машинка, да, прям прикольная. Еще один большой плюс, это зеркало. Оно имеет в себе технологии, которые сейчас в Алишке продаются. Там, знаете, задняя камера, во-первых, есть. И выдается изображение на этот экран. И также круговые камеры, да, 360 тоже сюда выходят. И можно смотреть, как-то парковаться в тесных, узких местах. Это зачет просто современной технологии, конечно. В отличие, допустим, от той же Quattro, здесь побольше. Единственное, что в этой машине мне не нравится, это, говорят, осталось от Micro, насколько я понял, прочитал. Это вот эта центральная торпеда. Она сделана в виде какой-то шайбы. Ну, не знаю, не по-мужски как-то выглядит. Но я думаю, что можно привыкнуть без проблем. Также у нас воздуховоды, оформленные так, кантовкой красной. Смотрится супер на руле, да, середина, как на раллиных, на спортивных тачках выделена середина руля. Не знаю, как она в обычной жизни и как она в раллиной, но типа ты запоминаешь, насколько ты руль повернул, насколько оборотов. В общем-то, вот такие вот интересные вещи. Что у нас еще здесь? Здесь у нас переключение скоростей, ну, как переключение, то есть PRND. И есть еще особый какой-то режим Back. И еще отличие, что в Nismo почему-то на B не работают режимы спорт, эко. А в Nismo S можно на B включить и спорт, и эко. И машина прям пуляет, говорит, что она может, в принципе, даже burn-out делать. Ну, для трека, я так понимаю, этот режим очень, ну, нужен. Кнопочка Draft Mode, отключение ESP, снижение по полосам. Можно включить, выключить режим, то есть вот этого торможения перед автомобилями и препятствиями. То есть он следит за этим. Ну, а здесь складывание, регулировка зеркал. Также можно включить, как на всех электричках, да, режим шума, чтобы машина подавала звук к заведенному автомобилю, чтобы окружение вокруг слышало и видело тебя. Черный потолок. Ну, наверное, Антон Воротников бы просто писался от счастья. Как я говорил, регистратор тут стандартный. Вот, в общем-то, магнитола. Магнитола в нашем случае стоит не совсем топовая. Здесь нету CarPlay, Apple Play. Но вот другая машина, которая просто Nismo, видать, доустановили, туда топовый магнитол, который может и CarPlay, и Android Auto, и Apple. Вот, включается магнитола. Естественно, она японская. Много всяких иероглифов. Что-то балакает мне, говорит, приветствует. В общем-то, есть клавиши, которые также у нас сюда помещают заднюю камеру. У нас активные вот эти линии, которые в камере присутствуют. Также 360 камеры включается. Видно разметочку. Я думаю, блин, парковаться просто отлично. И также здесь. То есть в этом... Да подожди. В одном режиме у нас камера передает сюда изображение. Так делаешь. Ты можешь просто использовать его как зеркало. Панель передняя, да, приборная. Все информативно. Посередине у нас такой круг, на котором в данном случае показывают градусы Цельсия за бортом. 20 градусов. Потом шкала спидометра. Максималка 180 написано. Слева у нас какая передача включена. И режимы можно выбрать. Вот, то есть переключаешь. S, ECO. Вот. Ну и всякие значки дополнительные. С правой стороны у нас показывает, что сейчас в данный момент у нас батарейка заряжена на... Сколько там? 4 из 5. И двигатель ее подзаряжает. Также есть система рекуперации. То есть можно, в принципе, одной педалью управлять. То есть газ отпускаешь, машина тормозит полностью, затормаживается. И также газ нажимаешь, машина едет. То есть... Ну и при этом машина заряжается от тормозной системы. Удобно, не пробовал. Возможно, трудно пронарролиться, потому что ну как-то непонятно. Блин, очень удобные Нисмовские сидушки. Прям очень удобные. Единственное минус, что они, конечно, не электрические. Памяти сидений здесь нет. Подстаканники внизу. Здесь у нас ручник. Нету подлокотника. Ну, такой вот достаточно вместительный бардачок. Что еще интересного здесь? Зеркальце не с подсветкой. Авто у нас на стеклоподъемниках только с водительской стороны. Вот, в общем-то, и все. Кондиционер, моды. Ну, в принципе, все как у людей. То есть здесь экранчик еще есть посередине. Но вот эта бляха мне не очень нравится. Как-то так. Подбутыльник. Все хорошо. Все и есть. Ну, видите, шикарно открываются у нас двери на 90 градусов. То есть посадка очень удобная. Здесь очень-очень много места по сравнению с аутбеком, по сравнению с квадрушкой. Вообще даже по сравнению, наверное, с любым автомобилем большего класса. Единственное, что я читал, что должны быть изофиксы, но здесь их нет. И в некоторых версиях можно поставить, заказать сидушки, чтобы вперед-назад двигались. И, я так понимаю, чтобы наклон изменять. Единственное, неудобно, вот как на Ниве с задним пассажиром, подголовники, когда они в стандартном положении, они мешают. Вот мне, например, давят в спину. Надо их поднимать. Ну, и японцы, они поменьше нас. Поэтому, наверное, все-таки машина японского рынка. И для них это все сделано. Тоннели есть, ну, и свидетельствуют о том, что есть полноприводные машины. В остальном, я бы, знаете, что еще сказал, что маловато вылет нижнего дивана. Потому что вот здесь висит нога. В дальней дороге может быть неудобно. Также есть подбутыльники. Ну, здесь литрушки, скорее всего, войдут. Стеклоподъемники. Больше тут ничего интересного нет. Погнали тогда багажник посмотрим. Ну, и потом, наверное, кататься. Вот, в общем-то, такая вот задница. У нас тюнингный выхлоп. Ау-тех и япон инкорпорейтинг. Никаких, конечно, здесь нету электрических штук. Но NISMA-S, NOD-E-NOD, E-POWER. Все написано. Антикрыло. Открывается. Вот так вот. Ну, единственное, что... Тютелька в тютельку. Заходим мы. Такой вот багажничек. Никаких излишеств. Объем напишу вот здесь. В общем-то, здесь есть дополнительные... Можно установить полочки. Они есть, но они в другой машине. Еще интересно, что вот в этой комплектации, в самой новой, стоит освещение багажника. В некоторых комплектациях стареньких их нет. Под полкой, да, у нас что? У нас аккумулятор как в Audi стоит. Потом здесь домкрат. Запасок уже перестали делать японцы. И кладут сюда ремкомплект. То есть заливая жижу, она проникает в отверстие, и вы можете доехать до шиномонтажки. Всякие баллонники, компрессор. Вот, в принципе, и все. Ну, ровного пола, я думаю, что здесь не будет. Да, нету ровного пола. Печально. Это еще один минус. Почему бы я такую машину не взял. В остальном... Ну и в остальном все нормально. Камера. В общем-то, все, что можно сказать об этом автомобиле. Погнали кататься. Ну, че, мы в салоне НИСМА. Газ в палас. Ну, это ЭКО. Да-да. Спорт. Ну, знаешь, что я могу сказать? У меня как-то подрыв был поинтересен. Не сможет, что зал. Маза пожестче тоже. Теперь у меня пожестче так. Блядь. Блин, ну скорости вообще не ощущается. Уже 150, блин. Ну, жестковая, да, жестковая. Я не знаю. Это опаснее. Я же его по лару, пока нет. Саня, мне что-то страшно за 130. Ха-ха. 130 не именно что нет этого запаса по мощности такой обогнать это мне не очень мощности нужно чтобы она давала тебе возможность чик притопить и быстро обрулить но ловит ямки прям ты попробуй где-нибудь притормози притормози нет стой подожди сейчас и это нас еще 2 есть ну понятно что это саня здесь если уходит она к россии когда ты ел за тобой ехал она поехала потому что меня нет попробуй вот оттормозить вот я тебе сейчас включу вот так и вот как я ешь вот отпусти газ да посмотри как она тормозит то есть операция да это операция видишь сиди по полосочке ага это именно это одной педалью тебя ты можешь управлять да да то есть вот притормозить а если торможу то она то уже тормозит кандюк точно не знаю отнимает умышлен ну а на гонках ты кого делал фарят 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 на механике на стоке настоя не знаю разговариваешь траплет ну да этого не хватает конечно да наши дороги конечно на такой жесткой подвеской Еще профиль более-менее нормальный, да, на низком профиле, наверное, обща разуматься тут, пробивать, клянусь. Обзорность, в принципе, тоже нормальная. Большие растекления. Подогревы есть. Нет. Вот эти вообще что-то непонятно, зачем сделаны. Я в них вообще ничего не вижу. Мне кажется, конструкция такая. Этого. Ну, в нормальной машине. Либо заглушку туда черную поставить, либо стеркучку. Разобьешь его еще. Дорого стоит. Да, лучше. И дороже денег. Ну, вот единственное, что вот этот кандар на руле, это в перчатках ездить, наверное, только, чтобы не замыслилась. Нет, написано на сайте не смог. О том, что ее расписать надо чем-то, короче, каким-то средством. Типа ты ее вытираешь, и все отлично. И вы отливы всякие на нем. У меня нормально вообще не кренится. Классно. Ну, ты только креешься. Ну, я-то крену. Как и креюсь от возраста уже. Ну, и одной педалью, конечно, тоже прикольный. Ну, самое прикольное, что еще и дозируется педалька нормально. То есть, не как бы у меня сразу газ наполовину нажал и уже сразу полетел. Вот эта вот часть, то, что журчит, это болезнь. У них с Японии не приходят. И вот здесь, короче, бумажка подложена. Вот это болезнь, честно. Про это даже можно рассказать, то, что вот это болезнь. А рамка, ну, по салону больше ничего не грянует. Рамка, если рамку открутить, не было рамок. Это я уже поставил. И подлокотника нет. Вот в том есть. Вот в том есть. Он к сидушке прикреплен или как стандартно внизу, внизу. У него двое USB-шника там есть для зарядки. Под проводки и такие штучки есть. Да, это же все можно заказать, поставить. Ну, только японскую. Это прям японская подлокотка. На аукционах-то они продают? Да, да, да. Но цены космическом. И я вот с того решила все попродавать. 15 тысяч в цене. Ну, по яхе, скажем так. Концовочку записываем. Прокатились, понравилось. Нету подхвата, который я ожидал. Ну, по сравнению с квадрушкой. Потому что на отбеке такого подхвата и не было. Здесь получше все. Вот. Жесткая здесь подвеска. Ощущается каждая ямочка с нашими дорогами. Но зато плюс рулится хорошо. Руль на трассе наливается. Тяжестью чувствуется прикольно все. Купил бы я такую машину? Купил, если бы у меня не было тех аспектов, которые я уже 500 миллионов раз оговаривал. Мне нужен большой багажник. Мне нужен полный привод. Мне нужен клиренс. Да, в квадрушке сейчас поменьше клиренс. 180 на отбеке. 220 было. Здесь, по-моему, 120 или 130. Но для трассы, для города, этой машины вообще за глаза. Особенно, если вы там не дачник. И вам не надо мотоблоки всякие возить и прочее. Миллион семьсот тысяч. 2020 год. Почти новая машина. 3000 пробега. Я считаю, что это круто. Ну, опять же, еще правый руль тут может кого-то оттолкнуть. Но, в принципе, ты привыкаешь и ездишь. Раньше ездили, никаких проблем не было. Поэтому, ребята, достойный автомобиль. Расход 5 литров. Ну, если ты едешь нормальной скоростью, там может быть 8-10. Если ты газ в полос, как я ехал. Разгон 8 секунд. Сейчас я узнал, на гонке ездили. Пишут, что 5 должен вроде как... Ну, не знаю. 7 там. Поэтому машина достойная. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на сеть, которая... Нельзя говорить. В общем-то, всем пока. До скорых встреч. Ну, и кто хочет следить про Quattro A4 Allroad Audi, тоже подписывайтесь. Будут скоро серии по ремонту, эксплуатации этого автомобиля. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok